здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы кинофрэш и сегодня речь пойдет о таких картинах как убийство священного оленя лед и конечно же призрачная нить пола томаса андерсона так что приготовьтесь все самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах ну а перед тем как поговорить о картине призрачная нить давайте окунемся в фильмографию пола томаса андерсона пол томас андерсон американский режиссер интеллектуал сценарист и продюсер занимающийся кино еще со школьного возраста наряду с квентином тарантино ричардом линклейтером и спайком джонсом относятся к поколению режиссеров самоучек которым огромное количество просмотренных картин заменили профильное образование что не помешало им стать одними из лучших авторов своего поколения картины андерсона с завидной регулярностью номинируются на самые престижные премии и в его кинокарьере нет ни одной откровенно плохой или провальной работы все началось псевдодокументальной истории дирка диглера рассказывающий о прославленном порно актере режиссеру тогда было всего 18 лет а в 1992 году он выпустил короткометражку сигареты и кофе которую сразу отметили на независимом фестивале санденс позднее режиссер еще не раз будет возвращаться к короткому метру а также поработает над одним из самых важных американских шоу с этой дэй найт лайф где в то же время выступала его супруга актриса майя рудольф но сегодня мы с вами сконцентрируемся на номерных полнометражных картинах режиссера которых набралось уже целых восемь его дебютный большой фильм под названием роковая восьмерка вышел в 1996 и рассказывал о темной стороне азартных игр если у них конечно вообще бывают положительные моменты главные роли в фильме сыграли филипп бейкер холл джон сирайли гвинет пэлтроу самуэлл джексон и филипп сеймур хоффман черт роковая восьмерка черт ладно извини победитель и большая часть этого ансамбля перекочевала во второй фильм режиссера который стал для него и для кинематографа 90-х поворотные вехой ночи в стиле буги андерсон вернулся к истории дирка диглера и поставил наверное самый подробный и многослойный фильм на тему порноиндустрии в картине помимо актеров роковой восьмерки сыграли марк уолберг хотя режиссер изначально видел в этой роли леонардо дикаприо но тот предпочел титаник а также джулиана мур хизер грэм и некогда большая звезда голливуда бёрд рейнольдс получивший за свою работу золотой глобус картину отметили в трех номинациях на оскаре за лучший оригинальный сценарий а также за роли бёрд рейнольдса и джулиан и мур снята прекрасно отличная работа спустя два года в 1999 на экраны выходят магнолия лучший фильм пола томаса андерсона по его собственному признанию запутанная лента состоящие из нескольких сюжетов объединенных мотивом городской легенды о самоубийстве некоего роналда опуса фильме снялись уже работавшие с режиссером джулиан мур филипп бейкер холл джон сирайли филипп сеймур хоффман уильям х мэйси а также новичок в их компании том круз получивший за роль в фильме золотой глобус магнолия получила главный приз на берлинале а также номинировалась на три оскара включая лучший сценарий ты не будешь меня контролировать нет ты не влезешь мне в душу нет эту игру ты не выиграешь над своим третьим фильмом режиссер захотел поработать вместе с комиком адамом сэндлером а также уложиться в скромный полуторачасовой хронометраж и несмотря на странность затеи это был успех любовь сбивающая с ног одновременно странная и притягательная романтическая трагикомедия о человеке страдающим приступами гнева и собирающим пудинги ради бесплатных авиамиль помимо сэндлера в картине сыграли эмили уотсон и постоянный компаньон режиссера филипп сеймур хоффман на этот раз андерсона наградили за лучшую режиссуру в каннах что стало еще одной важной галочкой в его карьере и после пятилетней паузы зрителей ждала нефть в оригинале the will be blood или и будет кровь на этот раз в фильме не появились актеры из типичного ансамбля режиссера и главные роли достались полу дана и дэниэлу дэй льюису весьма избирательному актеру который на тот момент уже один раз покидал кинематограф но в нефти он снялся не зря ведь роль жестокого дельца дэниэла плейнвью который трудится в калифорнии конца девятнадцатого века и попутно пытается воспитать сына принесла ему второй оскар помимо дэй льюиса был награжден оператор роберт элсвет а вот в номинациях за лучший режиссуру сценарий фильм нефть уступила безоговорочному лидеру того года старикам тут не место братьев коэн но зато пол томас андерсон получил еще две премии на берлинале в том числе как лучший режиссер я грешен я грешен скажи громче я грешен я грешен громче дэниэл я грешен в 2012 году на экраны выходит мастер картина об отставном матросе фредди попадающим под влияние властного лидера культа явно отсылающая нас к саентологии ее создателю рону хаббарду за что на режиссера например обиделся том круз главные роли в фильме сыграли хоакин феникс вернувшийся в большое кино после скандального эксперимента я все еще здесь а также эми адамс и вновь филипс эймру хоффман для которого работа в мастере стала последней большой ролью в кино если до этого андерсон и его команда завоевывали канны и берлин то мастер помимо огромного количества прочих наград получил три премии в венеции включая лучшую мужскую роль поделенную между фениксом и хоффманом а также статуэтку за режиссуру для андерсона а вот на оскаре номинировали только актеров хотя многие американские критики называли мастер лучшим фильмом года ну и последняя до сегодняшнего дня работы режиссера это экранизация романа томаса пинчина врожденный порог неоновая комедийная драма с элементами нуара и суперзвездным актерским составом снова хоакин феникс и впервые джош бролин оуэн уилсон рис уизерс пункт бенисио дель тора джена мэллоун и эрик робертс из всех картин режиссера помимо дебютной роковой восьмерки врожденный порог вызвал меньшее количество восторгов и получил только две номинации на оскар за сценарии костюмы а также номинацию на золотой глобус для хоакин феникса но если вас не пугает неспешное повествование и два с половиной часа экранного времени то врожденный порог покажется вам очень талантливым зрелищем подводя итог хочется сказать следующее в своих фильмах андерсон всегда обращается к реалистичным сюжетам и героям а также к таким темам как одиночество поиск себя призраки прошлого отчуждения и проблемы в институте семьи его картины стабильно мало собирают в прокате и не сказать что очень популярны за пределами сша это самое настоящее авторское американское кино высочайшей пробы не имеющие цели развлечь зрителя и соответственно попадающие в категорию кино не для всех однако я очень надеюсь что если вы не были знакомы с его творчеством до просмотра этого сюжета то теперь вам станет как минимум любопытно кого это называют одним из лучших режиссеров современности начинайте смотреть его фильмы в любом порядке и получите массу интеллектуального и эмоционального удовольствия желаю вам приятного просмотра иногда люди считают наши фильмы грязными но это неправда наши фильмы могут быть лучше они могут помочь людям мы способны на это и вот спустя три месяца после американской премьеры в российском прокате новая работа андерсона призрачная нить фильм получил две номинации на золотой глобус за лучший саундтрек и мужскую роль а вот академики оскара оказались куда более щедрыми и отметили картины в шести номинациях включая лучший фильм года и режиссуру под подкладку пальто можно вшить что угодно еще мальчишкой я начал прятать тайные послания в одежде кое-что личное о чем знал только я мои секреты главный аттракцион для киноманов призрачной нити это воссоединение полу томаса андерсона с актером дэниелом дэй льюисом дэниел является самым титулованным актером в истории оскара на его счету три статуэтки за лучшую мужскую роль у джека николсона их тоже три но одна из них за лучшую роль второго плана но и помимо всего прочего призрачная нить станет последней работой дэй льюиса которую же во второй раз покидает актерскую профессию в лондоне 50-х годов знаменитый кутюрье рейнольдс вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи звезд кино богатых наследниц и светских львиц жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной альмы которая становится его музой рейнольдс осуществил мои мечты и взамен я дала ему то чего он жаждал более всего на свете всю себя без остатка а почему ты не женат призрачная нить имеет прекрасную прессу и отзывы зрителей и является главной темной лошадкой на грядущем оскаре по сути может достаться любая даже самая неожиданная награда однако не стоит забывать что андерсон все же снимает то самое кино не для всех которое нужно смотреть с чистой головой и уверенным настроем так что давайте встретимся с нашим сегодняшним гостем и узнаем понравился ли ему фильм друзья снова зеленый зал кино театра родина и мы уже готовы обсудить новую работу полу томаса андерсона призрачная нить и в гостях у нас сегодня актриса и певица карина куэстань привет привет карин такой непростой режиссер с фильмами про одиночество опустошение девиантные всякие вещи в семье вот в этот раз очень простая история про самая простая да хоть и история простая это не поп-корн да и дано служит их сто процентов фильм заставляет задуматься о многих вещах я кстати вообще гадала думаю почему фильм называется призрачная нить и только сегодня когда я ехала к вам я поняла то что он говорит фразу ключевую о том что люди сами что-то ожидают большего возлагают надежды на что-либо ждут что-то от людей ну допустим часто люди что-то делают додумывают зачастую да дадумают и ждут что-то в ответ и как правило это является их душевными терзаниями то есть он прямо эту фразу говорит фильме мне кажется вот именно это призрачная нить мы ее можем видеть по всему фильму все твои правила твоя одежда все эти деньги все игра фильм не богат на самом деле на навязчивый символизм и слава богу это здорово но миф о пигмалионе и галатеи он первую половину фильма ну вот согласна очевиден скажем так потому что насколько уж он восхвалял там груди у вас вообще нет плеч и ой вы прекрасны да кстати я еще обратил внимание на то что он в подкладку вшивал каждому это вообще самый то на самом деле ты говоришь фильм очень загадочный не будем говорить потому что те кто любит полу томс андерсон сходят на этот фильм момент когда она нашла зашитое послание в свадебном платье самый крутой мне кажется да он вообще на много вопросов лично для меня дал ответы что он человек то может быть и неплохой даже еще мальчишкой я начал прятать тайные послания в одежде кое-что личное о чем знал только я как-то относишься вот к ее действиям когда она уже пошла в атаку чтобы завоевать этого холодного внешне преступного мужчину и узнал что догадалась что внутри него скрывается на самом деле такой ребенок которому нужна там ласка и забота ну на войне все средства да вот с этой точки зрения хотелось бы просто хочу сказать то что женщина вообще коварные существа если женщина решает заполучить какого-то мужчину то она любыми способами привлечет его внимание здесь мы видим конечно весьма странные методы но все же как бы ей удается растопить его сердце и более того она находит подход именно который нужен ему поэтому она я думаю одна сколько ты одобряешь такие вот подходы средства хороши но вот ты бы смогла так я бы так наверное не смогла потому что у меня бы тут же бы начался психоз с первого раза как со мной бы по-хамски заговорили уж очень я не люблю когда так со мной разговариваешь знаешь ты и по тосту не шкрябаешь скорее всего ну да как будто играешь на доске стиральной да кстати это я тоже так что может быть у него и не было бы повода да это все для беседы в таком тоне ну завтрак ты видишь самое главное кассу для я одного не я понимаю да но просто настолько у него был сильный загон в том плане что это время тишины но вы сидите тоже здесь из 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 и молча смотрите на то как я молчу вы знаете меня на самом деле это очень сильно бесило я сидела и бесилась на него потому что я в нем увидела очень много мне знакомых мужчин и я такая думаю блин да это же вообще ну что же он как ребенок себя ведет но это раздражает когда человек считает себя там что нет тут но это шелдон купер вы просто в обертку серьезного кино сто процентов а почему-то не женат две главные героини второго плана это собственно альма его будущая супруга и его сестра которая актриса сериала до сериал номинирована на оскар а альма нет что-то про эти два образа скажешь почему-то даже кажется странным что именно вот сериал номинирована на оскар потому что роль альма мне кажется гораздо интереснее то есть если бы мне сказали какую бара роль я хотела сыграть я бы выбрала роль альмы потому что это для меня нет потому что это для меня не свойственно я скорее в жизни более такая холодная стойкая в плане отношений дело карточка к сериал да то есть для меня эта роль кажется скучной просто мне больше нравится где там страсти бушуют и так далее и взамен я дала ему то чего он жаждал более всего на связи всю себя без остатка главный козырь вообще для зрителей который может быть вообще бы этот фильм проигнорировали вот дэнил дэй льюис самый просто крутой актер все я оскара и люди с двойными именами вообще подозрительниками пол томас андерсон и до этого у него постоянно снимались уильям х мэйси джон сиро и любишь у него слабость есть вот к людям с сложными именами он может быть кому-то из них добавлял даже эти буквы он говорит и как-то джон райли какая-то фига джон сиро или в общем дэнил дэй льюис три оскара сейчас номинация на оскар за этот фильм и вроде как второй раз уход из карьеры но он уже один раз возвращался узнаем но может быть не вернется что ска после театрального образования мне вообще очень тяжело смотреть фильмы особенно русские я смотрю и сразу думаю так ну чё ты делаешь ну зачем вот ни одного выбивающего момента не было я даже не задумывалась то что эту роль играю то есть как будто он рожден для этой роли у меня есть некоторые идеи я не смогу воплотить их жизнь без тебя ради костюмов стоит идти например вот девушкам который ведь я конечно не очень люблю там всякие ваши эти но вот костюмчике хочу посмотреть там истории моды интересно будет я не думаю что здесь этого не так много наверное тут вроде бы о моде но не о моде вовсе а душевной моде скажем так людях о том какие они там платья на себя примеряют в жизни психологически может когда-нибудь твой вкус изменится а если мне нравится мой вкус тогда браун тебя не доведет а вдруг я этого и добиваю кому-то его посоветуешь посмотреть наверно тем людям которые сидят дома и думают о жизни хотят посмотреть и что-то интересное но при этом не напрягающие пойти в кинотеатр лучше одному потому что фильм заставляет задуматься можно расслабиться ни с кем не переговариваться просто посидеть насладиться этой чудесной шикарной картины друзья в общем как вы поняли предмет нашего сегодняшнего обсуждения это уже третий раз за передачу скажу кино не для всех но поклонники пол томаса андерсона те кому интересно творчество дэниэла дэй льюиса и вообще люди которые любят глубокое психологическое кино но при этом не насыщенное на события тушь пол томаса андерсона фильмы зачастую динамичные такие живые этот более статичный если вот вас все это не пугает или вы относите себя к той категории которую я озвучил то обязательно сходите в кино если вы рассматриваете кино как развлечение то друзья можете посмотреть что-нибудь другое или вообще на этой неделе остаться дома что бы ты не делал будь осторожен призрачная нить мая трещит трещит он с тобой разговаривает главная премьера недели по крайней мере по количеству залов кинотеатрах это конечно же лед олега трофима но у тебя талант был один бананами торговые взяла я тебя потому что работать хотела через не могу знаешь кто ты ты чемпионка за несколько дней до выступления на крупном турнире молодая фигуристка по имени надя получает травму и оказывается парализованный девушка вынуждена вернуться в родной город и попробовать начать жить заново станешь ты готова жить с инвалидом на волне успеха движение вверх и другого около спортивного патриотического кино на 14 февраля и другие праздники прокатчики решили поставить фильм лед где сочетаются несочетаемые казалось бы вещи караоке мюзикл ром ком и спортивная драма в общем создатели сделали все чтобы этим винегретом привлечь максимальное количество зрителей никто не обещал что легко ирина сергеевна надя надо бороться и всю жизнь была воином это просто за жизнь не борешься что мне сделать чтобы ты от меня отстала я я чувствую чувствую силу громче силу силу я в главных ролях здесь кумир молодежи александр петров а также аглая тарасова из интернов их поддерживают ян сапник мария аронова милош бикович и даже павел майков на у руля проекта клип мейкер дебютант олег трофим единственный человек с которым ты можешь взять кубок это я так что если она тебе правда дорога дело всей твоей жизни хочешь быть чемпионкой будешь фильме лед не очень хорошо поют зато красиво танцуют и главное там очень много александр петрова для кого-то это плюс ну а для кого-то минус любом случае если вас устроило то что вы услышали выше то добро пожаловать в кино лед весна близко лед весна отпусти меня и не держи и это и Грек Йоргос Лантимас буквально 10 лет назад ворвался на вершину европейского кино картиной «Лобстер» о семье, где детям нельзя было выходить за пределы дома. Лента получила приз в Каннах и номинацию на Оскар. Потом был фильм «Альпы», и в 2015 году Лантимас вышел на новый уровень с картиной «Лобстер», где снились звезды Голливуда Колин Фаррелл и Рэйчел Уайс. Ну и в прошлом году вышло убийство священного оленя, от которого опять все в восторге. Мне очень жаль, что так произошло с Бобом. Ничего серьезного. Нет, это серьезно. Куда вы ездили вдвоем? Опытный кардиохирург Стивен неудачно заканчивает одну из операций, и пациент умирает. Через некоторое время перед врачом появляется сын погибшего, и жизнь мужчины изменится навсегда. Как умер его отец? Хирург не может убить пациента. Анестезиолог может, но хирург никогда. В главных ролях опять звезды Голливуда. Колин Фаррелл, Николь Кидман, Билл Кэмп и даже Алисия Сильверстол. Не бойся, мама. Вот увидишь, ты тоже не сможешь двигаться, чтобы привыкнуть к этому. Где она? Что он с ней сделал? Я не понимаю, почему я должна расплачиваться? Почему мои дети должны расплачиваться? Новая работа Лантимаса – это интригующий сплав из драмы и хоррора о проклятии, который, наверное, все же больше будет интересно посмотреть любителям фестивального кино, чем ужастиков. Впрочем, не будем решать за вас. Убийство священного оленя в избранных кинотеатрах. Единственное, о чем я могу думать – о приближении расплаты. Вот и все на сегодня. Увидимся совсем скоро. Надеемся, вы выбрали картину себе по душе, чтобы как следует провести ближайшие выходные. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также не забывайте посещать наш городской портал utv.ru. С вами была программа Кинофреш. Увидимся в кино. Пока! ПЕСНЯ ПЕСНЯ